Сколько участников вообще? Сколько? Куча! Куча это более тысячи. Такого зрелища Орел не видел никогда. Число удивило даже организаторов. В прошлом году участников было около 300. Сейчас будет через 10-15 минут построение в общую колонну и люди поедут на пробег по закрытому городу. Впервые в Орле. Это ну прямо сон какой-то. Центр Орла не осквернен автомобильными выхлопами, никто не сигналит и не ругается. Своебразный флешмоб объединил всех. Акцию поддержали областные и городские власти, а ГИБДД организовала кортеж. Это объединяет людей, это заряжает энтузиазмом. И даже мы сегодня прокатились, нам все скандировали даже машины. Люди ночь не спят, организовывают мероприятия. Это жизнь, это драйв, это спорт, это увлечение. Желаю этого всем. Люди, открывайте в себе талант к велосипеду, любите природу, любите спорт. Велодень 2013 собрал на главной городской площади около тысячи велосипедистов со всех четырех районов. Их можно отличить по наличию цветных футболок. Примерно маршруте организаторы пока не сообщают, но говорят, что будет довольно-таки интересно. Маршрут организаторы выбрали неизвилистый. Из площади Ленина через Герцинский мост на Комсомольскую и в центр Минуя Первую Посадскую. Всего 8 километров. Гонка финишировала у сцены горпарка, где участников развлекали программой. Поддержали большую компанию, собрались вместе, повеселимся с товарищами, с велосипедистами. А скажи, прическа-то что означает? Район поддерживает. Да, да, желтый. Заводской район желтый. Все по цвету района. Я за здоровый образ жизни. Это раз. И встреча с друзьями. Два. И, надеюсь, новое знакомство. Три. Это не просто велотусовка. Это и обращение к властям. Мол, нас много, и мы хотим ездить по городу, не опасаясь за свои жизни. Я думаю, что наши чиновники, находящиеся рядом, обратят на нас внимание и будут задумываться об инфраструктуре города. Для велосипедистов. Единственное, чего нам не хватает в нашем городе, это велодорожек. Я думаю, с их появлением количество велосипедистов увеличится в разы. Пока же увлечению велоспортом препятствует низкая культура автолюбителей и неразвитая инфраструктура. Но дальше игнорировать проблему чиновникам будет сложно. Уж слишком много людей вышли на улицы.